Константин Бранцвик. Ютуб-канал Джона Смита. Часть 2. 67 Б. Терри Дана. После описанных мною событий прошло почти семь месяцев. Я почти полностью пришел в норму. Даже получив предложение работы от одной из фирм в Висконсине, решил покинуть родной Уокиган. Сменить обстановку было полезно по многим причинам. И поэтому этим солнечным днем я выносил на улицу вещи, забивая ими взятый в аренду пикап. Помимо трех чемоданов одежды, пары небольших полок, торшера и еще нескольких коробок барахла, я решил увезти с собой и любимый компьютерный стол. Не став его разбирать, я старательно, пропитывая рубашку потом, спускал его по лестнице, стараясь не ударять об углы. Поставив его на асфальтированную тропинку, я перевел дыхание и потом снова приподнял, напрягая поясницу. От пикапа меня отделяло метров десять, но я еще и не начинал думать, как запихнуть в него неразобранный стол. Столешница тянула вниз. И угроза поцарапать ножки стола об асфальт была все реальнее, когда из припаркованного справа эскалаида кто-то вышел. «Зачем соседу такая громадина? Он бензина одного жрет по двадцать пять литров, ведь мой сосед нормальный парень и вроде не пижон». Я бросил направо на смешливый взгляд и увидел ее. Она просто стояла и смотрела на меня. Просто стояла, немного улыбаясь, и смотрела, как я тащу стол, как будто и не было последних семи месяцев. Я был настолько потрясен и столько разных чувств мигом пронеслось внутри, что я забыл о столе. Руки выпустили его, и он, звучно стукнувшись ножками, перевернулся вперед и со всей силы клюнул столешнице об асфальт, которая тут же отломилась. Я даже не посмотрел на него. Все мое внимание было приковано к улыбающейся Лин. Она была одета в свободные штаны и легкую вязаную кофту. Ее волосы, заколотые слева большой заколкой, едва шевелились на ветру. На фоне огромного черного тонированного эскалейда она смотрелась совсем миниатюрно. «Привет», – просто сказала она, как будто мы виделись этим утром. «Привет?» – переспросил я. Но тут же спохватился и ответил. «Привет». Я стоял и боялся пошевелиться. Смотрел, что будет дальше. Но Лин сама пошла навстречу и, подойдя ко мне, нежно, но сильно обняла. «Я так ждала этого! Я так ждала!» Эти слова и интонация, с которой они были сказаны, разом растопили остатки моих обид и сомнений. Я тоже обнял ее и больше не хотел выпускать. Так мы молча стояли почти минуту, лишь с виду казались спокойными. Внутри же нас разрывало от чувств. Наконец, она сказала. «Я тебе все расскажу. И я тебя больше не отпущу, если ты, конечно, захочешь», – сказала она, глядя мне в глаза. «Хочу», – просто сказал я. «Мне так много надо было сказать. Так часто я представлял эту сцену, но сейчас все испарилось. Реальность всегда другая и все переделывает. Я все понял и все простил. Я хочу забрать тебя с собой. Поедешь?» – спросила она, обнимая меня и положив подбородок мне на грудь. «Поеду», – просто ответил я, не сомневаясь ни на секунду. «Навсегда», – сказала она, помедлила и добавила. «Тебе придется исчезнуть из мира, как и мне». «Считай, исчез», – сразу ответил я. «Откуда мне было исчезать? У меня никого не было. Старый отец разве на далекой отсюда ферме, да и все. Ни работы, ни друзей, по большому счету». Лин улыбнулась. «Мне нужен помощник. Согласишься на них работать?» Она кивнула куда-то вдаль. «Со мной вместе, конечно». Давно согласился. Снова уверенно ответил я и сильнее прижал ее к себе. «Переноси вещи в кадиллак». «Стол лучше оставь, я тебе новый куплю». Улыбнулась она, уткнувшись лицом в мою грудь. Мы ехали, почти не отрывая взгляда друг от друга. Лин лишь иногда поглядывала на дорогу. Какое же это было счастье! Это стоило семи месяцев ожидания. Увидев вопрос в моих глазах, она кивнула. «Ладно, слушай. Я ждала тебя тогда, и пришли они. Вошли тихо, они это умеют. Но я была на готове. Бросила ноут в лицо одному. Разбила бровь до крови. Прыгнула. Хотела наверх убежать, но их было трое. Схватили, вкололи что-то. И я очнулась через несколько часов в одном из их кабинетов. Они знали, кто я и что умею. Поэтому предложили выбор. Или я работаю у них, или второй укол и последний. Выбор был небольшим. Между жизнью, невероятной работой с огромными перспективами и смертью. Я выбрала первое. Тем более, это был шанс увидеть снова тебя. Испытательный срок полгода. В большой мир к людям нельзя. Общаться нельзя. Жить в закрытом городке. У них таких много. Если куда-то все-таки едешь, тебя сопровождает человек. Я строила идеальную репутацию. И только благодаря ей мне позволили однажды приехать к тебе. Я оставила записку с одним словом. Я была не одна. С сопровождением. И вот полгода позади. Я свободна, насколько может быть свободен сотрудник их организации. Я могу ездить, летать, куда глаза глядят одна, без сопровождения. Даже служебная машина есть. Но только если я что-то выкину, расскажу журналистам, прессе, что-то опубликую из того, что узнала, разговор будет короткий. Очень короткий. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Мне тоже сопровождение приставят. Спросил я. Твое сопровождение я. Я за тебя головой поручилась. Если ты выкинешь что-то и кому-то что-то расскажешь, то голову снимут с меня. В самом прямом смысле. Так что вот тебе способ расквитаться со мной. Просто сбеги, и вопрос со мной будет решен в течение суток. Сказала она и снова улыбнулась. Я лучше свою руку съем сырой, без соли, чем подставлю тебя. Ответил я, и вдруг подумал, что не умею ничего такого, что могло бы пригодиться этим людям. А что я буду делать? Я же не программист. Будешь моим помощником. Оборудование носить, настраивать. Иногда в роли охранника побудешь. Разное. Я долго их уговаривал взять тебя. Обосновывало, что мы сплоченная, обстрелянная команда. На земле много работы, и не только. Будем вместе в разные звездные системы летать в командировки. Романтично? Она засмеялась. Я никогда бы раньше не подумал, что в моей жизни такие слова всерьез смогут встретиться в одной фразе. В разные звездные системы летать в командировки. Меня переполняла радость от того, что моя любовь снова вернулась в мою жизнь. От того, что мы теперь никогда не расстанемся. И что теперь моя новая жизнь будет невероятно интересной и насыщенной. В одну минуту жизнь изменилась на 180 градусов. И унылые месяцы алкоголя и безработицы с перспективами просиживать штаны в Висконтине сменились на... В разные звездные системы летать в командировки. Я стал рассматривать ее кадиллак, проводя пальцами по пластику панели. Открывая бардачок и осматривая козырек над своим местом. Успокойся, нет тут ничего. Никакого этакого оборудования здесь и быть не может. Если эта машина попадет в руки обычных людей, они не должны ничего найти. Пояснила Лин. Логично, кивнул я. Мне вспомнилось, как мы ехали на мыс Конавирал. И я стал с любовью рассматривать свою боевую подругу. Это сколько же нам предстоит всего? Это сколько же я всего должен узнать? За разговорами прошло несколько часов. Когда начало смеркаться, и мы подъехали к шлагбауму с охраной. Лин протянула из окна какой-то пропуск. Охранник заглянул в машину и дал знак открыть. Мы поехали дальше и ехали еще около десяти минут. Когда вдали показался второй шлагбаум, еще более основательный и уже с военными. Лин съехала на край дороги и притормозила. Сейчас у тебя последняя возможность повернуть назад. Когда мы пересечем тот шлагбаум, вернуться назад будет непросто. Уверен? Она вопросительно посмотрела на меня. Вместо ответа я обиженно приподнял подбородок и направил лицо вперед, давая понять, что сама постановка вопроса меня оскорбляет. Лин ткнула меня в плечо и нажала на газ. Хоть на мужиков у меня хороший вкус. Улыбнувшись, сказала она. Аккуратные двухэтажные дома в закрытом городке ничем не отличались от обычных частных домов. Они были такими же, как везде, только разве что одинаковые. Припарковав здоровый внедорожник перед одним из них, Лин сказала. Давай завтра выгрузим твои вещи. Сейчас дороги устали уже. Ходем покажу свое жилище. Дом внутри оказался таким же, как и снаружи. Ничто не выдавало его принадлежность к секретным программам или чему-то подобному. Прихожая, кухня, спальня, ванная. Все обычно. Со всеми теми же вещами, миллионы которых наполняют дома по всему миру. Лин вошла в спальню и кивнула на кровать. Здесь плю я. У тебя есть выбор. На диване в гостиной, на диване на кухне или тут со мной. Я поднял брови, дело на удивляясь сказанному. Тут. Она засмеялась. Подошла ко мне и, обвив руками мою шею, сказала. Сегодня утром, перед тем, как ехать к тебе, мне так было страшно. А вдруг бы ты не простил меня? Не захотел бы видеть? Я боялась, что просто пошлешь меня. Ты имел полное право. Ты была очень далека от реальности. Ты единственная, что я хочу видеть, вот уже год. Я поцеловал ее в носик. Пойду, чемодан принесу. Там у меня одежда и зубная щетка. Я закатил чемодан в ее комнату и, достав необходимое, поставил его в угол, задев скейтборд, стоявший рядом. Скейтборд откатился, не издав ни звука. Я его толкнул, и он откатился еще. Но как-то странно легко и без скрипа колес. Я наклонился и заглянул под доску. Колес не было. Доска висела сантиметрах в пяти над полом, без всяких приспособлений. Я с опаской провел рукой между ним и полом и не встретил пальцами никакого сопротивления. «Как это?» Испуганно спросил я Лин, которая вошла в комнату, одетая в халат и вытираясь полотенцем. «Да, я иногда выключать его забываю. Индикатора у этой модели нет. Нажми на ту полосочку». Я коснулся полоски на краю устройства, и скейтборд со стуком упал на пол. «Ты меня не поняла. Как это? Какого он в воздухе висит?» Я уточнил, что имею в виду. «Их шесть вариантов», – сказала девушка, садясь на край кровати и доставая зеркало. «Скейтбордов?» – переспросил я. «Нейтрализаторов гравитации», – улыбнулась она, водя помадой по верхней губе. «Шесть технологий». Даже Смит об этом говорил. «Вспоминай». «Тебе придется первое время туго. Ты должен быть готов. Ты очень много будешь видеть нового и невероятного, которое трудно будет уложить в привычные рамки. Если тебя доска, на которой я гоняю на работу, повергла в шок. Представляю, как ты отреагируешь на более серьезные вещи». Убрав помаду, она посмотрела на меня с небольшой издевкой. «Но это нормально». У меня первые пару месяцев тоже голова шла кругом. «Я справлюсь. Если буду перегружен, просто сделаю так рукой». Я поднял правую кисть и без сил опустил ее. «Уверен?» Ее глаза заблестели. Она повертела головой по сторонам, будто что-то еще. «Идем-ка со мной». Она взяла меня за руку и провела в прихожую. Наклонившись к нижним дверцам шкафа, она порылась в вещах и озадаченно выпрямилась. Потом, вспомнив что-то, пошла в сторону кухни, где с полки взяла что-то крупное в синтетическом чехле. Протянула мне. «Держи, справляйся». Я нашел застежку и, расстегнув, извлек наружу что-то очень похожее на пистолет. Он был крупнее пистолета, но почти весь сделан не из металла, а чего-то похожего на пластик. Вид у него был минималистичным, хотя и очень угрожающим. «Это что?» Спросил я, взвешивая его в руке. «Штатный гелоид, полагающийся всем исследователям дальнего космоса». «А, гелоид!» Просто сразу не сообразил. Съязвил я. «Регулятор в нижнем положении, сильный ожог. В верхнем прожигает полсантиметровую сталь». «То есть бластер!» До меня наконец дошло, что в моих руках самый настоящий, черт бы его побрал, бластер! «Вот бы шарахнуть!» «Прожечь!» «Я бы...» «Поверь мне, в ситуацию, в которую его можно применить, я бы тебе никогда не советовала попадать. Те, против которых это можно сделать, будут настолько опасны и жутки, что его применение восторга у тебя точно не вызовет», – серьезно сказала Лин. «Кстати, тебе придется заучить на зубок массу инструкций и правил. Серьезно, это жизненно важно, и их нарушение влечет большую ответственность». «Есть, мэм!» Я быстро вложил гелоид обратно в чехол и, освободившись рукой, отдал честь. Лин засмеялась и спросила. «Голодный?» Я вспомнил, что последний раз ел утром, перед переездом, а по дороге мы не перекусывали. В этот насыщенный впечатлениями день я совсем позабыл о голоде. «Кстати, очень», – сознался я. «Дай минуту. Оденусь и пойдем в столовую. Она тут, рядом». Она быстро пошла в комнату и, обернувшись, добавила. «Уверена, ты будешь впечатлен». За беседой мы дошли по скромной вечерней улице между одинаковых домов до небольшого входа в какой-то подземный бункер. Лин приложила карточку и, войдя в открывшуюся дверь, мы спустились по наклонному траволатору. Снизу навстречу проехал сотрудник комплекса, с которым моя девушка поздоровалась, называв его Майком. «Время ужина прошло, мы опоздали, поэтому будем есть в одиночестве», – сказала она, ведя меня по скупому белому коридору с подсветкой внизу. «Когда мы вошли в одну из дверей, я увидел большую пустую комнату с белыми полупрозрачными, светящимися изнутри стенами молочного цвета и длинным столом с придвинутыми стульями. Здесь не было ничего, то есть абсолютно. Никаких полок, посуды, столовых приборов, окна раздачи еды или хоть чего-нибудь, что выдавало бы столовую. Не было даже запаха еды. Просто голые стены со всех сторон. «Это столовая?» – удивился я. «Да», – с озорством ответила она и подошла к стене. «Иди сюда». Она коснулась стены, и появился экран с выбором языка. Сверху располагались в ряд одинаковые схематичные изображения звезд, первые из которых было подписано на английском – «Солнце». Следующие были, видимо, подписаны на языках их обитателей – черточками с точками, ромбиками с треугольниками, языком, немного похожим на китайский, и всякими другими невероятными иероглифами, глядя на которые, и не зная контекста происходящего, я бы наверняка принял это за какие-нибудь декорации с комик-кона. Линн коснулась карточкой иконки Солнца, и появилось меню, в котором были перечислены кухни мира – американская, итальянская, французская, японская и так далее. Она выбрала американскую, ловко коснувшись экрана рукой. Я увидел в меню закуски, первые блюда, вторые и десерты. Она привычным движением скользнула по закускам и кликнула на салат «Цезарь», добавив к нему стакан томатного сока. В стене что-то тихо зажужжало, а на экране появился линейный индикатор, показывающий, сколько осталось ждать приготовления. Укорачивался он на удивление быстро. Когда раздался мелодичный звук, некрасивый женский голос пожелал на английском приятного аппетита. Рядом с экраном выехала панель с контейнером, в котором стояла на маленьком подносе тарелочка «Цезаря» со стаканом томатного сока. «Не стесняйся, выбирай», кивнула Лин на стену, забирая свой заказ. «Кто там готовит?» спросил я, кивнув на стену. «Никто. Там нет никого. Это генератор. Он собирает еду сразу из молекул. Это не так сложно. В его базе тысяча блюд. Причем делает он идеально. И делает еду более вкусной, ароматной и полезной, добавляя в нее больше витаминов и полезных веществ, чем в оригинале. И это без малейшей химии», с гордостью пояснила она. «Нельзя сказать, что я легко перенес это объяснение. Это что-то запредельное», промемлил я. «О, милый, это еще нет», улыбнулась она, отпев сока. Я с нетерпением коснулся меню и вышел на уровень выше, выбрав китайскую кухню. Выбрав курочку кунбао из раздела сычуаньской кухни, я стоял и злобно потирал руки в надежде разочароваться в способностях бездушного повара. Я любил курницу кунбао и знал, что это острое блюдо истинно вкусным может сделать только настоящий китайский повар. Взяв свой заказ, который выглядел, надо отдать должное не хуже оригинала, я сел за стол и спохватился, поняв, что не знаю, где взять столовые приборы. Лин коснулась края стола и из столешницы поднялся контейнер с вилками, ложками, щипцами, какими-то крючками и резцами на любой вкус. Я также выбрал вилку с ножом и боязливо, будто курица могла лопнуть, ткнул ее. Потом, отрезав кусочек, попробовал. Потом еще и еще. Блюдо было божественно, чили был острым, но не забивающим остротой все остальное. Овощи раскрывались как отдельные инструменты в оркестре и все это дополнял оттенок арахиса. Это было самое вкусное кунбао, которое я ел. Это вау, сказал я с набитым ртом. Это просто вау. А у тебя, генератор, есть? Зачем мне? У меня на кухне только кофеварка. Утром наспех накинуть чашечку. Дойти до сюда недолго. Ты можешь есть неограниченное количество раз в сутки и в любое время, объяснил Алин. Супер! Я действительно был впечатлен. У вас, наверное, много толстяков с таким подходом. Она засмеялась. Нет! У нас хорошая мотивационная программа для занятий спортом. А если уж всерьез захотелось раздаться в размерах, на это есть целый штат психологов. Я встал и подошел к волшебной стене. Мне захотелось завершить чудесный ужин. И я, войдя в категорию спиртных напитков, выбрал сто грамм коньяка «Мейзон Готье». «Как теперь очень уважаемая мною стена справится с такой задачей?» Но в ответ раздался грозный сигнал, сопровождаемый красным крестиком на экране. «Спиртное только для офицерского состава», улыбнулась Лин. «Видишь, есть повод для карьеры». «И ты так питалась все эти месяцы, пока я пил дешевый алкоголь?» уточнил я, шутя. «Извини, я все компенсирую», серьезно ответила она. «Да уж пожалуйста», нагло сказал я, войдя в роль обвинителя. «А если серьезно, помнишь, мы лежали утром на кровати, и я спросил, какой смысл жить, если мы играем в куличики в песочнице?» «А теперь смысл есть, мы на передовой человечества». «Ну вот, компенсировала», сказала Лин, указывая на меня рукой, повернутой ладонью вверх, и часто кивая. Мы засмеялись. Когда мы шли по белому коридору обратно, я вспоминал вкус курицы и осмысливал невероятную технологию сбора еды из молекул. Неужели мы на земле? И ведь это здесь не вчера появилось. Откуда-то справа, из примыкающего коридора, раздалась пара тяжелых ударов. Лин посмотрела в сторону звука, потом на меня. «Пойдем, покажу кое-что». Мы прошли несколько помещений, и она приоткрыла одну из дверей и сказала кому-то «Привет, еще здесь? Не отправили еще?» Потом обернулась ко мне и кивнула «Заходи». Передо мной в углу какой-то лаборатории сидело в клетке нечто. Нечто наиболее точное слово, так как я не мог понять, что это такое. Некое многоногое существо не похоже ни на что земное. Оно даже не было похоже на существ из фантастических фильмов, так как все земные художники невольно опираются на реальные прототипы. Многоногое туловище светло-коричневого цвета венчалось странной, перпендикулярной телу головой, абсолютно плоской и с огромным ртом. Рот расширялся, будто вдыхая, раздвигая две плоские и тонкие, похожие на бумагу, пластины и сразу со щелчком схлопывался. Оттого, что он был беззубым, казался даже еще более жутким. Ногами, кончающимися остриями, оно наносило сильные удары по полу клетки из тонкого, по-видимому, крепкого стекла. Это рапикус, точнее, рапикус Райана из системы цефея, насекомые, интеллект близок к кошке, сказала Лин. Вообще, раса инсектеоидов осуждает их содержание в неволе. Это хоть и примитивный, но все-таки их родственник, но в этом случае сделали исключение. Отправляем его на базу в Неваде для исследования. Невероятно, пробубнил я, разглядывая его голову. Кстати, то, на что ты смотришь, это не морда и даже не голова, а совсем противоположные, сказала она весело. Когда мы ложились спать, мы, конечно, хотели кое-чем заняться, но усталость, особенно у меня, от огромного количества разрывающих голову впечатлений, срубила сразу сном. Обнимая ее и засыпая, я спросил, а помнишь ролик Смита про зоопарк на Хариконе-10? Помню, пробормотала она из-под моей шеи. Вот бы там побывать. Я там была уже. Будешь хорошо вести себя, свожу. Я попытался возмутиться. Сколько же ты успела без меня? Ой, много. Спи. Завтра трудный день, нежно сказала она. Открыв глаза утром, я не сразу понял, где нахожусь. Потолок был незнакомым, но секунду спустя я вспомнил вчерашние события, и радость переполнила меня. Мы снова вместе, и нас ждут приключения. Я вскочил, умылся и выпил чашку обычного, несгенерированного кофе. Сегодня едем меня оформлять. Выехав из городка, мы проехали километров десять, когда по сторонам появились однотипные технические строения, почти без окон. По их виду нельзя было сказать, что это. Офисы, блоки электростанций или что-то еще. Все они были серого цвета, без какой-либо симпатичной внешней отделки. Понятно, что их строили исключительно для выполнения их функций. Когда Лин остановила машину, и мы вышли, она спросила. «Ну, как тебе?» Я, продолжая разглядывать постройки, ответил. «Технические постройки, видимо. Не знаю. Они для обеспечения чего-то. Я не о них, а об этом». Она кивнула в другую сторону. Я посмотрел туда и вздрогнул. Недалеко, на высоте метров в пятистах над землей, висел огроменный космический корабль. Или уж что это было, не знаю. Сотни светящихся точек иллюминаторов разбегались по его громадному телу. Длина аппарата была не меньше километров двух. Он был настолько большим, что дальняя от меня часть виделась в дымке. «Что это? Это что?» – обомлел я. «Пассажирский лайнер. Ну, не в смысле туристов возим. А техники, инженеры, кинофонд». «Сколько же их там? Чего здоровый-то такой?» – спросил я. «Ну как? Несколько тысяч человек. Плюс техблоки, лаборатории, двигатели. Плюс они тоже люди. А значит, спортплощадки, конференц-залы и всякая другая ерунда». «Нереально!» – я рассматривал это чудо. «Слушай, а если такая штука попадет на снимки гугл-карт?» «Не попадет, не переживай», – она загадочно улыбнулась. «Ты впечатлен?» «Не то слово», – честно сознался я. «У него такой же нейтрализатор гравитации, как и у твоего скейтборда?» «Почти. Малость побольше», – засмеялась она. «Я, конечно, предполагал такое увидеть. Тем более в роликах Джона я уже издалека видел подобные посудины. Но совсем другое, неожиданно это увидеть прямо перед собой». «Первые пару месяцев будет непривычно. Но потом пройдет. Все будешь воспринимать как обыденность. Хочешь еще встряхнуться?» «Ну давай», – согласился я. «Посмотри вон туда». Она показала рукой в другую от корабля сторону. Я обернулся и увидел огромное тонкое кольцо, стоящее на больших опорах. Диаметр кольца был навскидку километров пять. И оно буквально касалось облаков. Оно не производило столь сильного впечатления, как корабль. Разве что размером. Это портал. Когда он запускается, открывается червоточина. И такой лайнер проходит сквозь него, сразу оказываясь в нужной системе. Энергии на это требуется немерено. Поэтому каждое такое кольцо питает своя электростанция. «Когда запускается, стоять ближе трех километров нельзя», – пояснила Лин. «И много таких. На Земле третья строится. В галактике около четырнадцати тысяч». Едва ли не каждое ее слово приводило меня в шок. «Хватит ли мне двух месяцев, чтобы привыкнуть ко всему этому?» «Да и стоит ли привыкать? Ведь так здорово, когда у тебя перехватывает дыхание от вида очередной нереальности. А когда оно включено? Что видно внутри? Чернота? Космос? Нет. Видно также небо. Но оно будто маревом идет. Ну, будто под водой на него смотришь. Я только один раз видела. Я развернулся и снова стал рассматривать корабль. Он все-таки был интереснее. У него нет оружия. А для чего? По всей территории Альянса можно передвигаться в полной безопасности. Все нормальные расы уже давно достигли понимания, что мир и добро равняются светлому будущему. Есть еще отставшие. Но таким технологии недоступны», – пояснила она, имея, наверное, в виду и большую часть человечества. «Ну, где-то криминал есть. Он характерен для всех рас. Отщепенцы. Но такие ни на какой корабль не попадут. Они понимают, что за это их сразу в зубной порошок сотрут. Они тихо криминалят на задворках своих планет». «То есть везде мир и свет», – радостно уточнил я. «На территории Альянса – да». «А за его территорией?» – недоуменно спросил я. «Война. Есть еще, скажем банально, темный Альянс. Это союз злых рас, в природе которых уничтожение и порабощение. Эти твари сумели договориться между собой и представляют из себя очень большую силу, почти равную нам. И технически все тоже развиты, не хуже нас. На их территорию мы не суемся, так как они сразу открывают огонь по кораблю без попытки диалога», – сказала она. «Я немного расстроился. Я думал, что уровень развития и понимания у таких существ выше земного. То есть у них мир и добро не равняются светлому будущему. У них другие понятия. Они изначально другие. Если ты от природы агрессивная ящерица, тебе не нужен мир и покой», – грустно пояснил Алин. Я пощелкал пальцами, вспоминая. «Рептилоиды, что ли?» – спросил, смеясь я. «Не смешно. Это специально заезженное слово. Все, что хотят хорошо скрыть, кладут на самое видное место. Снимают об этом фильмы, пишут романы. И оно превращается в хохму, не вызывая ничего, кроме усмешки. Это и есть самое надежное сокрытие. Лучше не придумаешь. Людей потом на силу не заставишь воспринимать это всерьез. Ты бы удивился, узнав, кто один из главных спонсоров фильма типа «Людей в черном», – серьезно пояснила Лин. «Рептилоидных рас много. И самое опасное и свирепое из них – драки». Вокруг них и сформировался темный альянс. Не дай бог с ними встретиться вживую. «Ты мне потом расскажешь подробнее о них?» – спросил я. «Если хочешь, конечно. В любом случае, тебе надо об этом знать», – ответил Алин, садясь в машину. «Через двадцать минут нас ждут на корабление. Поехали». Обходя машину, я едва успел заметить нечто черное и вытянутое, кратно превышающую скорость истребителя пятого поколения и скрывшуюся за горизонтом. Я хотел было спросить об этом, но после корабля, портала и драков это не было уже удивительным. Я поднял руку и бессильно опустил ее. Лин поняла юмор и улыбнулась. «Пару месяцев, и потом это уже будет просто работа», – прокомментировала она. «Наступил вечер моего первого полного дня здесь. Поужинав прекрасной генерированной едой, мы вернулись домой и сели на кухне». Лин достала бутылку вина и пару бокалов. «Может быть, на вкус попроще сборки, зато настоящее. Мы можем заказывать любые продукты из обычного мира. За деньги, конечно». «Расскажи о драках, про весь этот альянс», – попросил я, наливая рубиновой жидкости в прозрачный бокал. «Ох, ладно, слушай. Это большая тема, и всю ее не охвачу за один раз. Но основное расскажу». Начала она. «Драки – древняя раса, как и многие другие. Это огромные двуногие рептилоиды, ростом под три с половиной метра, и очень мускулистые. Если ты его увидишь живьем, оценишь габариты. Такой голыми руками льва, наверное, заломают. При этом у них очень развиты телепатические способности. Не раз наши рассказывали, как с ними пытаешься вести диалог, сразу ощущение, что в мозгу кто-то ковыряется. Они могут манипулировать тобой с небольшого расстояния. И вообще, находиться в обществе такого персонажа очень неприятно. Сразу ощущаешь какую-то подавленность и беспомощность. Светлые, ну или как назвать наших, чтобы ты понимал, конфликтуют с ними давно. Это не всегда была война. Периодами. То временно договаривались, то снова воевали. Одной из причин современной войны стала одна планета, на которой они поселились раньше других. Этим тварям нужен вид определенной энергии. Они любят питаться исключительно ей. Его невозможно получить простым техническим путем. Поэтому они вывели на этой планете вид существ, который им наиболее подходит. В исторических документах сказано, что удовлетворяющий вид, который их устроил, получился с шестой попытки. Они способствовали размножению, развитию и расселению этого вида по планете, так как их эмоции были едой этих тварей. Выделяемая негативная энергия злобы и страдания, гаввах, является основным их питанием. Но также они обожают и энергию любви. Это десерт. Вокруг планеты они на тонком уровне построили специальную сеть, или правильнее – зеркало. Когда существа умирали, их тонкие тела не могли его пройти. И, отражаясь, опять воплощались на этой планете. Это стало настоящей тюрьмой, нарушающей все конвенции. Светлые расы, узнав, пытались освободить планету. Но мрази стянули к планете столько военных кораблей, что это не привело ни к чему, кроме больших потерь. Единственное, что удалось сделать, это передать выведенным из пробирки бедолагам инструкцию по освобождению. Суть состояла в том, чтобы усмирить свои эмоции и разум, и перестать кормить драков. Тогда те сами выкидывали таких вовне за ненадобностью. И душа, назовем ее так, освобождалась. Инструкции были написаны на специально созданном языке, известным только посвященным. Санскрите. Путь к освобождению стали называть йогой. А способ распространения инструкции – религии. «Я вскочил с места, уронив недопитый бокал». «Да, именно. Это планета Земля», – подтвердил Алин. «Но выведенные из пробирки существа, то бишь люди, оказались бестолковее, чем рассчитывали их освободители. И вместо того, чтобы распространять единственный способ освобождения, они сделали из йоги вид спорта, исказив его до бессмысленности. И что обиднее всего, драки им в этом даже не помогали. Я бессильно рухнул обратно на стул. «Это конечное», – я с трудом осмысливал сказанное. В первой половине здешнего двадцатого века удалось одержать огромную победу и взять под контроль большую часть Земли. Поэтому мы теперь можем строить здесь базы. Но все это строго скрывается от людей. Бои периодически продолжаются. И когда наши или их уничтоженные крейсера падают на Землю, это всегда в режиме невидимости с обязательной дальнейшей ликвидацией останков. Это, пожалуй, единственное, о чем мы с тварями смогли здесь договориться. Но ты наверняка видел странные погодные явления в небе. Ровные кольца облаков, необъяснимые свечения. Значит, недалеко над землей была бойня. А знаменитое явление 1561 года над Нюрнбергом – это вообще был открытый бой, которому были свидетелями сотни горожан. Тогда еще не было достигнуто соглашения о режиме невидимости. Но ведь нашим не на руку сокрытие. «Зачем невидимость? Пусть люди видят! Может, задумаются о чем-то?» – возмутился я. Ошибаешься. Реакция людей – либо страх, либо насмешки. Если тысячи увидят в небе падающий корабль, это будет такая паника, что дракам еды на год хватит. А потом люди все равно вернутся к своим повседневным делам и удобно уложат произошедшее в своей голове между поездками в супермаркет и летним отпуском. Спасибо, что существуют такие люди, как Джон Смит. По капле, по зернышку. Они несут правду в большой мир. Кажется, что это бесполезно, но мы-то с тобой здесь исключительно благодаря ему. Я сидел раздавленный. Светлое будущее и разумность высших миров омрачились черной кляксой знакомых проблем, исходящих из дремучей первобытной злобы. «Как тебе рассказ?» – улыбнулась Линн и пригубила второй бокал вина. «Это лишь вершина айсберга Продраков, малая часть. Реинкарнация действительно есть?» «Да, у всех. И у нас, и у них». Она кивнула вверх, имея в виду не только людей. «Только у остальных воплощение происходит на любых планетах и в любых мирах». Мы вышли во двор. Я посмотрел на черное, усыпанное звездами небо. «Правда, такое зеркало над нами. Ионосфера». Даже в обычном мире русские ученые из Королева Шишкин и Шацилла в 2011 году доказали, что она отражает персональную информацию, как они выразились. «Ну, то есть души. Можешь загуглить по фамилиям», – пояснила она. Я рассматривал звезды, будто пытался увидеть что-то дьявольское на вечернем небе. Линн посмотрела на меня и показала рукой невысоко над горизонтом. «Территория темного альянса там, но глубже. Начиная от Денеба. Здесь еще все наше». Она посмотрела на меня. «Если бы ты был штурманом, капитаном или специалистом по настройке порталов, тебе пришлось бы учить все эти координаты и запретные области, как отче наш. Ну, так как ты младший инженер, тебя это не касается». «Не касается. Но если я встречу драка, я убью его», – вдруг горячо сказал я, осознавая свою беспомощность, но имея желание внести хоть малую толику в эту борьбу. «Печально не иметь друзей, еще грустнее не иметь врагов. Чи Гевара», – со смехом процитировала Линн и торжественно подняла бокал. «Мы сели на удобную деревянную лавочку во дворе. Получается, если мы умрем не на земле, мы будем освобождены?» «Отчасти да», – сказала Линн. «Не то чтобы мы сравнились с йогами, медитирующими по сорок лет. Они уходят еще дальше. Но перевоплотились бы уже свободными». «А куда уходят они? Что может быть еще дальше?» «Они выходят из материального мира навсегда», – пояснила Линн. «А какой еще мир есть?» – не понял я. «Нематериальный. И он в миллионы раз больше материального. Но это уже совсем другая история». Она обеими руками взяла пустой бокал и посмотрела сквозь него на меня. Дни шли, и я начал готовиться к экзаменам. Мне предстояло заучить кучу инструкций, правил и на отлично уметь вносить начальные настройки в сервера. Они были совсем не похожи на обычные. Все разъемы были другими, напоминающие узкие разноцветные пластинки. Они были гораздо тоньше известных мне блейд-серверов и намного легче. Делали их, правда, на земле. За всей этой бесконечной учебой мне стало снова казаться, что моя жизнь превратилась в рутину. Все это здорово стало напоминать мою предыдущую работу. Я днями не вылезал из своего рабочего кабинета, опухая от нового, заученного материала. Но осознание того, что сейчас я младший инженер в секретном космическом проекте, а несколько недель назад лежал на диване и понятия не имел обо всем этом, кружило мне голову. А может, ничего этого нет? И когда я спускал стол по лестнице, упал и отключился. И сейчас просто лежу под лестницей, и мне все это кажется. Но время шло, и новая жизнь вела меня к неизведанному. Экзамены остались позади. Я получил допуск и статус, позволяющий сопровождать свою любимую в дальних командировках. Нас включили в состав экспедиции на планету Локус в звездной системе Зета-Стрельца-А. Это недалеко от границ нашего альянса, в так называемой Серой Зоне. То есть зоне, где границы четко не обозначены. Эта экспедиция занимала все мои мысли. Нетрудно представить мои волнения, когда я пытался осознать полет в дальние глубины космоса. Я переживал так до самого дня старта. Я проснулся и сразу вспомнил, что сегодня я полечу в космос. И не просто в космос, а к чертям собачьим куда? Как это вообще осмыслить? В какой момент моя скучная жизнь повернула так радикально? Я сел на кровати и услышал лин, возящуюся на кухне. Это меня немного успокоило. Домашний уют, земной уют. Скоро его не будет. И даже если все пойдет хорошо, как это страшно. А если что-то случится? «Эрл, просыпайся! Нам через час выходить!» – крикнула с кухни моя любимая. Я, решив не думать о плохом, пошел в ванную. Кофе на завтрак мне пить не разрешили, под предлогом повышенного давления крови, которое сейчас совсем ни к чему. Через час мы уже ехали в машине. Лин была собрана и вела машину молча, поджав губы. Наверное, она мысленно проверяла все по памяти. Я глядел в окно и старался успокоиться. Надо сказать, обычный земной пейзаж выглядит совсем по-другому, когда ты, может быть, видишь его последний раз. Пробегающая мимо деревья, извивающаяся буграми трава, проглядывающая через листву голубое небо, как будто все стало мне дороже. Припарковавшись у длинного двухэтажного здания, мы вышли и, взяв увесистые сумки, направились ко входу. Внутри здание было весьма похоже на аэропорт. Конечно, было не так много людей. Но все также куда-то спешили, несли большие сумки. Разве что не было стоек регистрации. «Нам восьмую команду», – сказала Лин что-то непонятное и направилась к одной из дальних дверей. За ней было помещение поменьше, но людей здесь было больше. Некоторые стояли небольшими компаниями и чего-то ждали. Другие что-то оформляли. Здесь были и военные, то ли в роли отбывающих, то ли в роли проверяющих. Я не мог сориентироваться, да и не знал, что к чему. Поэтому положился на Лин. Она была очень сосредоточена. Но вдруг она кого-то увидела в толпе и дала мне знак следовать за ней. Я поправил ремень сумки и поспешил, боясь отстать, как ребенок. Поэтому едва чуть не столкнулся с человеком, вынырнувшим из-за нее. Он быстро поздоровался с Лин и остановился прямо передо мной. «Познакомься, это Нейтан», – Лин осеклась. «Меньше знаешь, лучше спишь. Пусть останется Джоном». Я, не понимая, спешно пытался сообразить, что происходит и чего от меня ждут. «Он тоже ваш поклонник. Я уже говорила в прошлый раз. Спасибо вам», – сказала она незнакомцу. И быстро, осунув что-то маленькое ему в карман, схватила меня за руку и утащила в толпу. «Он тоже ваш поклонник?» – я вопросительно посмотрел на нее. «Пусть останется Джоном». Она удостоила меня взглядом, которым удостаивают недоумка. «Это до меня дошло». «Это он!» «Да, он был чертовски хорошо загримирован, но узнать можно. Эти умные проницательные глаза, чуть приподнятые, бросающие вызов в губы. Джон Смит! Или Нейтан?» «Жираф догадался вчера», – подколола Лин. Я оборачивался, ища его в толпе. «Ну, конечно, бесполезно». «Это он!» И тут я вспомнил, что она ему закинула что-то в карман. «Ты ему поставляешь информацию?» – строго спросил я. «Да». Четко и просто ответила она. «Но если узнают, это...» «Казнь? Не публичная». «Да». Снова по-деловому отсекла она. «Зачем?» «Я хочу, чтобы люди просыпались. Хоть кто-то». Мне нечем было парировать. Я был с ней согласен, хотя так рисковать. Но ее не переубедишь. И если она так решила, это гранит. «Нам восьмую команду», – снова повторила Лин. «Мы вошли в свой космический челнок». Или, правильнее сказать, малый исследовательский корабль класса «Майграм». По рукаву. Как часто входят в обычные пассажирские самолеты. И потому почти не видят, как выглядит самолет со стороны. Мне очень хотелось посмотреть на него. Это же мой первый космический корабль. И первый космический полет. Но я не мог ничего поделать. И уже через минуту сидел в плотно облегающем меня кресле с застегнутыми ремнями. Всего на борту нас вместе со штурманом и капитаном было девять. Обычно исследователи дальнего космоса летали парами, на двух кораблях, чтобы подстраховать друг друга в случае опасности. Поэтому в половине световой минуты позади нашего урана должен был лететь Марец, точный двойник нашего корабля. Хотя по современным меркам это был вовсе не дальний космос. Какие-то 80 световых лет. Но опасность была в том, что это была самая ближняя к земле граница Альянса. За ней темные территории враждебных сил. Да и планета Опус почти не исследована. Со мной ли это происходит? Реально ли все это? В памяти пронеслись мой дом и двор. Работа в рекламном отделе. Вечерняя банка пива перед компьютером. Как будто где-то в другой жизни. Как будто я уже реинкарнировал и просто помнил прошлую жизнь. Подошла Лин и села в соседнее кресло. Положила свою руку на мою. Волнуешься? Улыбнулась она. Есть такое. Я судорожно вдохнул. Она вынула свой прозрачный смартфон и вставила крохотные наушники. Серьезно? Всем телом уловил вибрации запущенных двигателей. Поехали! Назад дороги нет. Я бросил взгляд на маленький экран под потолком и запомнил время. Потом перевел взгляд в маленький, с очень толстым стеклом иллюминатор. Видно было мало. Серый бетон пополз медленно назад. Мы выруливали к стартовой. Шум двигателей был гораздо меньше самолетных. Вдруг бетон с такой скоростью унесся вдаль. Она тело немного надавила. Я быстро прогнал в памяти весь пройденный инструктаж. Буквально секунды две-три спустя, я увидел землю уже далеко внизу, с настолько крохотными домиками, что казалось, они могут застрять под ногтями. Повернул лицо к любимой, которая кивала в такт неслышимой музыки. Какой раз она летит? Пятый? Пятнадцатый? Я рассматривал с любовью ее лицо. Ее ушко с маленьким белым наушником. А когда снова повернулся к иллюминатору, за ним была абсолютная темнота. Я посмотрел на маленький экран под потолком. С момента взлета прошло три минуты. Неслабо. Если бы так летали обычные самолеты, не приходилось бы тратить весь день на дорогу от Чикаго до Майами. Минуту спустя зажглись зеленые индикаторы. Лина стегнула ремень и, достав бутылочку воды, отпила. Скоро подлетаем. Я поднял брови и наклонился к иллюминатору. Крохотные точки звезд все больше блекли из-за приближающегося спереди ярко-оранжевого свечения. Это из-за корабля выглядывала приближающаяся третья по яркости в созвездии Стрельца, звезда Аскела Дзета Стрельца А. Что значит подлетаем? Четыре с половиной минуты занимает полет от Земли до Дзета Стрельца? Восемьдесят восемь световых лет? Но мы же не летели в прямом смысле. На это бы жизни не хватило. Мы вошли в портал, который ты видел. А вышли из портала недалеко отсюда. Он уже позади нас, в нескольких миллионах километров. Скоро начнем сбрасывать скорость. Опус почти уже можно разглядеть невооруженным глазом. А это несколько минут полета. Правда, садиться будем долго. Одно дело представлять это в теории, и совсем другое увидеть вживую и осмыслить. Полет Гагарина, полет НАСА на Луну, все шесть полетов Аполлон казались средневековыми потугами на консервных банках. Как будто это было не пятьдесят лет назад, а пятьсот, даже не пятьдесят. Параллельные технологии были уже и в семидесятых. Это все не умещалось в голове. Одни космонавты проходят многомесячную подготовку, мучаясь в центрифугах и потея на тренировках. А потом залезают в пивную банку, под которой происходит взрыв, чтобы оторвать ее от Земли. А другие космонавты в это же время, без какой-либо физической подготовки, садятся в кресло в одной звездной системе и не успевают даже задремать, потому что пора уже выходить в другой. Да я в туалете дольше сижу. Посадка достаточно сложная. Планета плохо изучена. Могут быть трудности, сказала Лин. И, побарабанив по подлокотнику, встала и пошла к большому иллюминатору по другому борту. Я расстегнул ремень и пошел за ней. Шутка ли, за окном был самый настоящий космос. Да не такой, каким его видят все люди, а глубокий, в чертовой дали от Земли. Я наклонился к толстому стеклу и стал рассматривать достаточно быстро приближающийся шарик. Опус освещался местной звездой и от того тоже казался оранжевым. Я, конечно, готовился к полету и полностью изучил все необходимые мне данные. Температура поверхности на солнечной стороне около 50 градусов по Цельсию. Атмосфера есть, есть даже кислород, но его недостаточно для дыхания. Притяжение 0,8 от земного и так далее. Сухие слова и цифры. Но когда видишь настоящую чужую планету, да еще не банальный Марс, а которую ни один телескоп никогда не видел, начинает немного кружиться голова. Пока я вспоминал данные, она становилась все крупнее и крупнее, пока не заняла половину обзора, заливая оранжевыми цветами весь салон. Поверхность выглядела безжизненно, больше напоминая огромную пустыню желто-оранжевого песка. Это полностью соответствовало описанию. Почва на 90% песчаник. Я пытался разглядеть хоть что-то, отличающееся от однотипных барханов, но они простирались по всей поверхности, уходя за горизонт, лишь изредка пересекаемые, похожими на высохшие русла оврагами. Из кабины вышел капитан. Это был тот случай, когда человека очень красила форма. В открытую дверь было видно кабину и десятки светящихся кнопок. Также было видно большое обзорное окно, через затемнение которого пытался пробиться нещадный свет Аскелы. Уважаемые члены экспедиции, приветствую вас на борту. Нам предстоит провести вместе около недели на малоизученной планете. Осволю напомнить наиболее важные моменты. Жить мы будем в герметичных бокс-палатках. Наружу выходить только в полной экипировке с полным запасным кислородным баллоном. Снаружи передвигаться всегда минимум подвое. Остальное, вы знаете, не хуже моего. Сейчас мы начнем посадку. Прошу занять свои места и пристег... Корабль подбросило, и мы все повалились на пол. Я едва удержался, чтобы не разбить нос, а спинку кресла, и посмотрел на Лин. Она лежала на спине, успев расставить руки между креслами. Так как капитан лежал около двери, тоже стараясь за что-то схватиться, я понял, что эта встряска не по сценарию и не характерна для обычной посадки. Тут последовали удары, один за другим. Я то и дело терял под ногами пол, и после каждого падения пытался схватиться за основание ближайшего кресла. Казалось, конца этому не будет. Мы все были похожи на тряпичных кукол, которых вез в ящике по неровной дороге цирковой фургон. Лин, сжав зубы, вцепилась мертвой хваткой за основание кресла, но при каждом новом толчке стукалось о него головой. Наконец все успокоилось, и мы стали осторожно вставать. Оранжевого света не было ни на стенах салона, ни снаружи. Мы скучились перед иллюминаторами. Оседающая пыль открывала перед нами почти черную пустыню с еще более черным небом. Наш корабль лежал на незнакомой планете, и это точно был не опус. Ничего и отдаленно не напоминало то, что я наблюдал снаружи пару минут назад. Недалеко справа торчали острые зубы скал, а слева, метрах в двустах, покоились останки какого-то космического аппарата, задравшего в предсмертной агонии нос почти вертикально вверх. «Что это?» – недоуменно спросил капитан. И от того, что спросил от а именно он, становилось не по себе. Мы стали переглядываться. Кто-то прошел в открытую кабину, чтобы посмотреть через большое окно. Уран лежал посреди безжизненной мрачной пустыни в абсолютно никому незнакомом месте. «Стелла, где мы находимся?» – вслух спросил капитан. «Навигационное оборудование вышло из строя», – ответил ровный, приятный женский голос сверху. «Определи наше местоположение по звездам», – попросил он. «Минуту, капитан». Виртуальный помощник ненадолго замолк и продолжил. «Местоположение определено. Проверяю по системе Меридиан. Местоположение подтверждено. Эта планета в звездной системе 67-бета Эридан. Звезда Курса имеет номер 67 по каталогу Флемстеда. Вторая по яркости в созвездии Эридана. Имеет второе название Далим. Курса считается частью движущейся группы». «Я знаю звезду Курса. Достаточно», – прервал капитан. «Это же в глубине территории драков». Капитан вопросительно посмотрел на пришедшего в себя штурмана. «Стелла, какое расстояние до ближайшей нашей границы?» «До ближайшей базы Алоис 12 с половиной тысяч световых лет», – равнодушно заявил женский голос. Кто-то позади присвистнул. Капитан потер руками лицо. Было видно его полную растерянность. «Стелла, как мы здесь оказались?» «Мы прошли через портал», – заявил виртуальный помощник. «Как такое возможно? На опусе нет порталов. Там только палаточный лагерь исследователей. Ты уверена?» «Мы прошли через портал», – снова повторил голос. «Назови идентификационный номер портала», – попросил капитан. «Номер неизвестен», – ответила Стелла, вгоняя в ужас. «Это же Нострадамус! Он пропал год назад!» Вдруг вскрикнул штурман, глядя на обломки корабля, возвышающейся неподалеку. «Его почти месяц искали, так и не нашли!» «Мы все посмотрели в иллюминаторы, на острый, почерневший остов». «Секунду». Капитан упер руки в бока и нахмурился. «Давайте сложим два плюс два. Мы проваливаемся через невидимый неизвестный портал и оказываемся на кладбище кораблей». «Это же ловушка!» До всех даже еще не начинало доходить понимание безысходности ситуации, в которой мы оказались. «Стелла, посмотри в библиотеке записи, касающейся неизвестных порталов». «Минуту, капитан». Виртуальный помощник замолчал и снова ожил. «Найдено две записи. Запустить?» «Запускай». «25 февраля этого года», сказала Стелла. И включила запись, на которой хриплый мужской голос говорил следующее. «Драки на серой территории недавно начали ставить ловушки. Устанавливают обычный портал, и корпус переводят в режим невидимости. Его в убор не видно даже радаром. Только минус с излучением Феймана. Но не будешь же сутками сканировать небо. А программу автоматического обнаружения пока не сделали. Один портал по сравнению с планетой – ерунда. Но они их ставят сотни. Поэтому вероятность попадания существенно увеличивается. Как они их запитывают, пока непонятно. Возможно, от энергии звезд или компактная электростанция. Эти твари сообразительные». «Запись окончена», – прокомментировала Стелла. «Ты ходил на курсы повышения квалификации?» – спросил штурмана капитан. «Нет, хотел осенью, чтобы сразу все застать», – оправдался штурман. Капитан недовольно хмыкнул и попросил. «Стелла, запусти вторую запись». «17 мая этого года», – снова сказал приятный женский голос, после чего уже заговорил голос, похожий на профессорский. «Роджер Бэнкс для борьбы с ловушками придумал систему, устанавливаемую позади корпуса летательного аппарата, которая при прохождении кораблем неизвестного портала выстреливает назад луч Буй. Луч, содержащий точные координаты ловушки, направляется в последний зарегистрированный пройденный портал, активируя его заранее на малой мощности, так как для прохождения луча требуется мало энергии. Все порталы на крайних территориях и в серой зоне теперь оснащены датчиками Буйов и служат ретрансляторами, усиливая и направляя Буй дальше, на следующий портал. В результате луч тратит минуты на путь до ближайшей базы, вместо десятков тысяч лет. На данный момент, согласно постановлению по предстартовому оснащению, система Бэнкса не является обязательной к установке и устанавливается на летательный аппарат по высмотрению штурмана. «Запись окончена», прокомментировала Стелла. Капитан окинул всех нас взглядом. «Стелла, на борту установлена система Бэнкса?» – спросил он. «Нет, капитан», – спокойно ответила она. Капитан грозно посмотрел на штурмана. «Лишь только сейчас, где-то еще далеко, у нас начинало приходить осознание безнадежности, понимание серьезности проблемы. Чудовищное расстояние, которое даже пущенный радиосигнал о помощи будет проходить 12 с половиной тысяч лет. И больше ничего, в рабочем ли состоянии сам корабль после такого жесткого приземления. А если и в рабочем, куда лететь, когда мы в глубине территории драков?» «Ни один их портал, если мы доберемся до такого, наружу нас не выпустит. И никакая поисковая спасательная операция нам не поможет. Примером чему служат останки Нострадамуса». В памяти пронеслись воспоминания о родном доме. Скучный Уокиган показался таким желанным, а рутинная офисная работа в Висконсине, от которой я отказался взамен этим приключениям, не такой уж и плохой. Недаром говорят, самый одинокий моряк посреди океана не чувствует себя таким одиноким, как человек в дальнем космосе. «Стелла, дай отсчет по состоянию корабля», – попросил капитан. «Минуту, капитан», – ответил женский голос и продолжил. «Выведена из строя система нейтрализации гравитации. Повреждения на 83%. Значительное повреждение правого двигателя. Остальные системы целы. Либо имеют незначительные повреждения и находятся в рабочем состоянии». Капитан чертыхнулся. Зашел в кабину. Что-то посмотрел и вышел обратно в салон. Он хотел что-то сказать, но раздался неприятный скрежет. Будто кто-то водил крупным напильником по краю жестянки. Среди звуков чаще всего повторялся некий «Арк, арк». «Стелла, что это было?» – спросил капитан. «Получено радиосообщение». «Переведи». «Покиньте корабль. Смерть легкая, иначе страшная». Перевел виртуальный помощник. «Чай это язык?» – спросил капитан. «Это язык расы Тринаус Дракос». Невозмутимо сказала Стелла. Капитан окинул всех невеселым взглядом. Последний пазл сложился. Ловушка захлопнулась. «Итак, уважаемые члены экспедиции, скрывать не буду, мы в заднице». «Пожалуй, на самом дне задницы». «Идеи пока нет. Если у кого есть, предлагайте». Мне показалось, что из-за кабины, за которой был небольшой коридор в технические помещения, показалась рука. Я подошел к углу, думая, что это мог быть член экипажа или экспедиции, который только приходил в себя после сильной встряски. Но за углом никого не было. Показалось? Возможно. Хотя... Я вернулся в салон, где находились все. Никто не шутил. У всех были мрачные лица. Хотя вряд ли до кого-то по-настоящему дошло, насколько мы далеки от хоть какой-то надежды на спасение. «А что если с Нострадамуса снять уцелевшее оборудование и отремонтировать наш уран?» – предложил Рэй. «Один из наших коллег. Я уже думал об этом. Во-первых, вероятность того, что нейтрализатор уцелел, мизерно. Он снизу корабля, большой по площади, и первым ударяется о грунт при аварийной посадке. Во-вторых, модель нейтрализатора у Нострадамуса другая. Он нам просто не подойдет ни по размерам, ни по форме. Третье, если бы он даже и остался цел и был бы такой же модели, он весит несколько тонн. «Мы впятером его не сдвинем и на метр, не говоря уже о демонтаже и монтаже», – обстоятельно пояснил капитан. «Вдалеке, на черном небе, появились голубые круговые всполохи. Мы снова все подошли к иллюминаторам. Голубые всполохи разбежались по сторонам, будто ударная волна, и вниз устремился какой-то объект. Через десяток секунд он коснулся поверхности, подняв колоссальное облако серой пыли, и устремился в нашу сторону. Это было далеко, наверное, километра три-четыре, но его скорость была огромной. Серое облако, полностью загораживающий объект, стремительно приближалось, и становилось понятно, что едет прямо на нас. Когда нас разделяло не больше километра, мы поняли, что столкновение неминуемо. Мы с Лин взялись за руки, и она крепко сжала мою, впившись ногтями мне в ладонь. Некоторые про себя уже прощались с жизнью, быстро прокручивая ее в памяти. Но когда облако пыли и грязи заслонило собой половину обзора иллюминатора, трение взяло свое, и огромный объект нехотя остановился в ста метрах от нас. Мы вздохнули, и почему-то порадовались тому, что не погибли сразу, и проживем в ловушке еще лишний час. Когда пыль осела, мы увидели огромный металлический эллипс космического корабля, на боку которого красовался логотип НАСА и надпись «Марец». Огромная подошва нейтрализатора была также порвана в мясо, после столкновения и жесткого торможения. «Вот теперь полная кампания», – мрачно пошутил штурман. Капитан подождал минут пять, дав людям на корабле-близнеце прийти в себя, и сказал «Стелла, свежись с Марец». «Минуту, капитан», – ответил женский голос, ставший неотъемлемой частью нашей команды. «Связь установлена, можете говорить». «Капитан Дэйв Саллиман! Дэйв, на связи Уран! Как ваше положение? Все живы?» Динамик в ответ долго шипел, потом пробился голос. «Слышу вас, Стивен! Все живы! Видим вас перед собой, пока не поняли, что произошло». Мы попали в ловушку драков. «Они ставят свои порталы рядом с нашими границами. Нам уже угрожали страшной смертью. Будьте осторожны!» Динамик в ответ снова зашипел. «Я, наконец, мог посмотреть на наш корабль со стороны, как и хотел. Точнее, на его копию. Я с любопытством рассматривал его, как мне показалось, что кто-то заглядывает мне через плечо. Быстро обернувшись, мне показалось, что по потолку от меня ускользнула какая-то тень. Растерянно вернувшись назад к иллюминатору, я услышал женский крик. Геодезистка истерически кричала, пока ее не успокоили. «Что случилось?» спросил капитан, когда ее усадили в кресло. «Я не знаю. Меня кто-то потащил сзади. Я не могла его увидеть. Но меня тащили, схватив за спину. Клянусь!» Со всхлипами объясняла она, с испугом оборачиваясь на коридор. Мы глупо переглядывались, не зная, что сказать. Когда капитан громко сделал заявление. «Внимание всем! Мы должны помнить, что драки умеют внушать мысли. Это умеет делать каждый из них, без всякого оборудования. А здесь, в этом месте, могут быть еще и усилители, и мало ли что еще. Учитывая их угрозу, я более чем допускаю, что они начнут травить нас мощными галлюцинациями. Им это гораздо проще и безопаснее, чем вживую сунуться сюда и получить из Геллайда в лоб. Поэтому, если вы видите что-то странное и необъяснимое, пугаться не надо. На самом деле этого нет. И это происходит только в вашем воображении». Это нас напугало и успокоило одновременно. Но больше пугало то, что делать дальше. Сколько сидеть тут и чего ждать? У нас достаточно большие запасы еды и воды. Но сидеть и просто чего-то ждать? Чего? Или пытаться что-то предпринять? Но что? Ничего в голову не приходило. Каждый выбрал себе место поудобнее. И мы с Лин заняли другие кресла. Когда я залезал на свое новое место, мой взгляд уперся в высунутую из-за угла кабины грязную голую человеческую руку. Она торчала на высоте моего роста. У меня пробежали мурашки от шеи до низа спины. Я бросил взгляд на Лин. «Ты это видишь?» – спросил я. Она посмотрела туда, куда я. «Нет». Из-за угла торчит грязная человеческая рука. Она еще раз бросила взгляд на угол кабины. Капитан же сказал «Это внушение». «Они будут нас доставать, желая, чтобы мы покинули корабль. Они хотят выманить нас наружу, иначе бы просто уничтожили вместе с кораблем. Он им нужен целым. Хотят вывернуть его наизнанку и изучить. Так что пока мы внутри, нападения можно не бояться, а на иллюзии не обращая внимания». «Легко сказать», – не согласился я. «Надеюсь, это максимум, на что они способны». Новый крик раздался позади. Я, обернувшись, увидел ту же геодезистку, которая отбивалась руками от чего-то видимого только ей. Я, не обращая ни на что внимания, сел на место. «Чувствую, весело нам будет. Слушай, а если мы здесь помрем? Наши информационные поля, ну, души, они куда денутся? Я уже думал об этом. Души погибших на территории драков могут попасть к ним в плен. И что они с ними сделают, я даже думать не хочу». «На полном серьезе», – сказала она. «Отлично», – сиронизировал я. «Я понимал, что даже без помощи драков и галлюцинаций мы рано или поздно погибнем, когда кончится еда или вода. Просто не было никаких вариантов. Но что касается вечного плена... Перед этим меркли даже предстоящие пару неделя до на корабле. Позади раздался резкий, шипящий звук геллойда. И тут же крик капитана. «Нет, нельзя стрелять! Вы пробьете обшивку, и произойдет разгерметизация. Все погибнут. Но я клянусь, эта тварь кралась ко мне по потолку!» – оправдывался чей-то мужской голос. «Запахло горелым пластиком». Капитан вышел в центральный проход и обратился ко всем. «Я вижу ситуация хуже, чем я думал. Прошу всех пройти в столовую». Мы прошли в небольшую овальную столовую и по его просьбе сели на полу в круг, глядя друг на друга. «Пока мы не уничтожили сами себя, прошу сдать все оружие. Кладите его на середину», – попросил он. «Но, сэр, а если будет нападение?» – спросил один из мужчин. «Оружие будет лежать в метре от нас. Тогда и ответим. А пока мы для себя опаснее драков. Итак, прошу». Все нехотя вынимали свои штатные гилоиды и толкали на середину столовой. Я тоже вынул свой и, проверив установленный предохранитель, толкнул к середине. Военный принес из салона здоровый террабл, которым без труда можно прожечь грузовик. Я аккуратно положил сверху на кучу оружия. Сейчас я понял, почему драки не желали рисоваться сюда собственной персоной. Врач-терапевт Макс, мужчина лет 55, достал, ко всеобщему удивлению, весистый Смит Эндвессон 45-го калибра. Все посмотрели на него, будто он персонаж черно-белого вестерна. «Вы, наверное, водите Альдорадо и курите сигару», – усмехнулся штурман. «Классика. Она не подведет. Она не на батарейках», – важно, – пояснил врач. «Отлично. Итак, мы обезоружили свои страхи. К тому же мы сидим напротив друг друга и видим друг друга. Если кто-то из нас впадает в галлюцинации, остальные помогут. Оружие трогать нельзя, насколько бы опасность не казалась реальной», – строго сказал капитан. «Что дальше? Мы просто просидим здесь с месяц, пока все не помрем?» – спросил один из мужчин. «Что вы предлагаете? Убить друг друга?» – спросил капитан. «Я не знаю. Может быть, произойдет какое-то чудо. А сейчас я свяжусь с Марец и предупрежу их об опасности. Стелла, свяжись с Марец!» «Минуту, капитан», – ответил голос. «Связь не устанавливается». «Причина?» «Нет ответа с их стороны». «Ладно, позже повторим. Надеюсь, они сами со всем справятся». Далее мы, почти не общаясь, сидели на полу. Кто-то периодически вскакивал от ужаса и пытался бежать или отбиваться, и остальные валили его на пол и успокаивали. Кто-то пытался дремать. «Как ты? Видела кого?» – спросил я Лин. «Немного пока, но было. Ничего, держусь», – сказала она и коснулась моей руки. «Я почувствовал, что устал и хочу спать. Мы же сегодня рано встали. Рано встали, и это было еще сегодня, на Земле, которая осталась в каком-то другом мире. Не просто далеко отсюда, а немыслимо далеко». Я уселся поудобнее и хотел прикрыть глаза, но в последний момент увидел мерзкое влажное щупальце, медленно выползающее из салона. Оно немного извивалось и на весу подкрадывалось к капитану, который сидел к ней спиной. Оно было невероятно реальным. «Как можно было себя убедить в том, что это бред? А вдруг это и правда реальное? Они усыпили нашу бдительность и добились того, что мы не будем на них реагировать, и теперь решили напасть!» Я кинул взгляд на свой гелоид. Он невозмутимо лежал среди прочих, матово-отсвечивая белым корпусом в свете ламп. «Хорошо, подожду. Если это бред, тогда она ничего не сделает капитану. Капитан-то не является моей иллюзией». Я пытался расслабиться, но сердце бешено колотилось. Посмотрев на Лин, я увидел, что она не спала и спокойно смотрела в ту же сторону без каких-либо признаков беспокойства. Значит, все верно. Иллюзия. Я попытался нарочито зевнуть, но у меня вышло нечто похожее на слабый крик пеликана. Я продолжал пристально наблюдать за щупальцем, которому осталось совсем немного до капитана, который тихо о чем-то говорил с соседом. От щупальца на пол даже падала тень. Как же они хорошо используют мой мозг. Но сейчас они обломаются. Капитан никак не отреагирует на контакт. Чупальца сократилась, замерла и выбросилась вперед. Оно схватило капитана, обвив вокруг талии. Капитан вскрикнул от неожиданности и, раскинув руки, повалился на спину. Чупальца натянулась и потащила беспомощного человека в салон. Это не галлюцинация, это реальность. Этого я не ожидал. Я быстро бросился к своему гилоиду и, схватив большим пальцем левой руки, скинул предохранитель. Быстро вскинув, я выстрелил и попал точно посередине липкого отростка. Натянутая щупальца, пережженная посередине, лопнула. Левая его часть исчезла в салоне, а правая повисла на поясе капитана. Мне вспомнились слова Лин про применение оружия. Те, против которых это можно сделать, будут настолько опасны и жутки, что его применение восторга у тебя точно не вызовет. Но я вынужден был применить. Я еще глядел на шевелящийся отросток, как получил сильную пощечину. Когда секунду спустя я пришел в себя, увидел перед собой людей, недоуменно смотрящих на меня, в том числе капитана. Никакой отстреленной щупальцы рядом с ним не валялось. Зато позади него имелось черное отверстие в белой пластиковой стене. «Положите оружие обратно!» – грозно сказал он. Я посмотрел на свою руку и обнаружил в ней свой штатный гилоид. Одна из нескольких зеленых точек индикаторов стала красной, показывая израсходованный выстрел. Я быстро, со стыдом, бросил его на пол и толкнул обратно к куче оружия. У меня не было слов в мое оправдание. Что я мог сказать? «Достаточно!» – сказал капитан и, встав, исчез на время в техническом отсеке. Вернувшись оттуда с тонким тросом, он связал все оружие, продев его через пусковые скобы. Мы обезопасили себя больше, но не в случае реального нападения. Перекусив своими сухпайками, так как идти к генератору еды никто не захотел, мы продолжали сидеть друг напротив друга. Поочередно кто-то орал и пытался драться, кто-то пытался уползти. Казалось, конца этому не будет. Наверное, я махнул, подумав о паре недель ада. Так и двое суток выдержать было вряд ли под силу. Иногда мы забывались липким, прерывистым сном, который заканчивался каким-нибудь внушенным кошмаром. К этому нельзя было привыкнуть. Ты вроде объяснял себе, что это иллюзия, но никогда нельзя было быть полностью уверенным в том, что видишь перед собой нереальное. Невозможность воспользоваться оружием успокаивала, когда речь шла о других, и пугала, когда речь шла о себе самом. «Как ты?» – спросила я любимую, взяв ее за руку. Я постоянно поглядывал по сторонам на других, опасаясь, чтобы кто-нибудь не пальнул из припрятанного оружия в лин. «Пикник не очень кайфовый», – попыталась пошутить она. Видно было, что она тоже вымотана, хотя мы на этой чертовой черной планете всего лишь. А сколько мы здесь? Часа три? Восемь? Может, уже сутки. Я скрючился, уткнувшись взглядом в пол. Это была наиболее безопасная поза, так как я не видел людей, предметы и все, на чем можно было бы сыграть в моем воображении. Сон снова потихоньку стал одолевать меня, и я попытался вздремнуть, стараясь не капать под себя слюнями. Первые сладостные объятия сна уже начали обнимать меня, как я услышал тихий шелест. Я посмотрел вперед. Ко мне бежал здоровый паук, размером с тропического птицееда. Его огромные мандибулы шевелились, раздвигаясь в стороны, исходясь. Я не очень испугался. Даже если это не иллюзия, я его без труда убью. Но за ним показалось еще трое. Подняв голову, я увидел, откуда они берутся. Один из членов экспедиции, сидящий справа, был полувысохшим трупом. Его запрокинутая назад голова, с безвольно отвалившейся и держащейся на сухой коже челюстью, кишела огромными пауками, которые вылезали через пустые глазницы и рот. А грязная бежевая форма местами шевелилась, тоже выпуская наружу пауков через рукава и штанины. Я закрыл глаза и стиснул зубы, пытаясь вспомнить молитвы, которые когда-то помнил. Интересно, бог знает об этом месте. Один из пауков забрался на тыльную сторону моей ладони. Я его чувствовал. Я чувствовал маленькие цепкие лапки, которые пытались ухватиться покрепче. Я хотел смахнуть его, но он удержался и больно укусил меня. Я сильно тряхнул рукой, и мерзкая тварь отлетела в сторону. Наваждение прошло, когда меня толкнула Лин. Я посмотрел на нее, потом в сторону высохшего трупа. Мужчина выглядел абсолютно нормальным. Не видела пауков, да? Спросил я ее. Нет, конечно. Ответила устала она. Понятно. Я помассировал укушенную руку. Укушенную? Я посмотрел на свою руку. Две ранки сочились кровью, которую я размазал по всей кисти. Как такое может быть? Иллюзорный паук прокусил мне руку. Капитан, у нас проблемы. Иллюзия перестает быть иллюзией, сказал я громко. Меня укусил здоровый паук. Все посмотрели на мою окровавленную руку. Ерунда какая. Как это может быть? Спросил один из сидящих в круге. Не знаю, но нам, похоже, становится сложнее, ответил я. Едва я успел договорить, как сидящий слева член экспедиции крикнул от ужаса. И откуда-то сзади выхватил компактный гелоид. Мы не успели перехватить его руку. Как он выстрелил человека напротив. Яркая вспышка, жужжащий звук и запах сгоревшего мяса. Сидевший справа геодезист обмяк и завалился на бок. Получи выродок! Крикнул стрелок, радуясь попаданию. Но тут его отпустило. И раскаяния со страхом накинулись на него. Он схватился за голову руками. «У кого еще есть оружие?» – грозно кричал капитан, отбирая очередной гелоид. В это время начала корчиться лин. Она куда-то смотрела и сжимала зубы, тихо ругаясь. Я обнял ее и прижал к себе, стараясь вывести из наваждения. Миниатюрное, но сильное женское тело будто сводили судороги. Она вроде успокоилась, но тут застонал кто-то справа от меня. Все закричали от ужаса. Я поцеловал лин и посмотрел направо. Мужчина, сидевший прямо справа от меня, корчился в спазмах. Изо рта вытекала пена. Руки судорожно дергались, а из его тела медленно вылезали черные шипы, каждый размером с палец. Все вокруг в ужасе притихли. Мы все поняли, что иллюзия и правда каким-то необъяснимым образом превратилась в жуткую, тошнотворную реальность. Я осторожно коснулся одного из шипов. На ощупь он был костяным, похожим на рог животного. С омерзением отдернув руку, я отодвинулся. За последние минуты мы потеряли двоих. Сколько времени отведено остальным? Сколько вообще можно продержаться в таком состоянии? Ради чего держаться, если конец все равно неизбежен? Чтобы не отдать раньше времени души рептилоидам? Мы перенесли тела в салон и расселись обратно в привычном порядке. Все были подавлены, так как не только не было никакой надежды спастись, но все знали, что и после смерти душа попадет в безвременный плен. И это подавляло и лишало малейшего оптимизма. Мы почти не ели и мало пили, так как нервы были на пределе. А периодические галлюцинации, которые терзали поочередно каждого, не всегда заканчивались безобидно. Я очередной раз пытался задремать, наклонившись лицом вниз. Реальность и сон смешивались между собой уже даже без галлюцинаций. Я стоял во дворе родного дома у Окигани. Стоял и помнил все, что было. Весь ужас. Это был сон? Я, наконец, проснулся? Теперь я не спал, клянусь. Я вдыхал прохладный осенний воздух. Рассматривал все такие знакомые детали вокруг. Соседский дом, выезд со двора, пластиковый мусорный контейнер, деревья, роняющие оранжевые листья на асфальт. Вот она, настоящая реальность. А что же со мною было? Значит, возвращение Лин мне приснилось? Не было никакой подземной столовой, генератора еды, корабля, висящего над головой, порталов? Спасение пришло так естественно. Я просто проснулся, и нет кошмарной тюрьмы корабля, драков и плена. Вот и все. И меня по-прежнему ждала работа в Висконтине. Какое желанное нам мне теперь казалось. Как же хорошо просто сидеть в офисе и что-то делать. Просто ездить на работу каждый день. Дайте мне самую скучную и рутинную работу. Я согласен. Поежившись на осеннем холодке, я пошел к дому. Войдя в комнату, я сел к своему включенному ноутбуку. «Сынок, ты пообедал?» – спросил мамин голос. «Да», – машинально ответил я. Но тут вспомнил, что мама давно умерла. Я обернулся и увидел на своей кровати тело моей покойной мамы. Она лежала с закрытыми глазами, вытянув руки вдоль туловища. «Мама?» – спросил я с удивлением. «Ты пообедал?» – одними губами спросила она. По ее лицу уже шли трупные пятна, но она продолжала заботиться обо мне. «Ты пообедал?» «Я пообедал, да», – ответил я еще раз. «Ты жива?» «Нет, меня давно нет, ты же знаешь». «Ты похоронил меня на Оквуде», – ответила она, уже не шевеля даже губами. «Но как ты тут?» – спросил я. Мне было неприятно и жутковато. «Меня прислали они. Мне надо забрать тебя. Идем со мной». «Кто они?» – не понял я. «Твои новые друзья. Тебе с ними будет интересно». Я посмотрел на мамину руку и увидел, что она медленно удлиняется. Рука вытягивалась в моем направлении. Я хотел оскочить, но ноги меня не слушались, как будто я их отсидел. Рука становилась все длиннее, и пальцы, становясь все более костлявыми, тоже вытягивались. Свесившись с кровати, рука, перебирая пальцами и кладция удлиняющимися ногтями по полу, ползла ко мне. Я не мог пошевелиться от ужаса. Когда длинные, вовсе уже не мамины пальцы поползли по мне, я открыл от отвращения рот, и грязные ногти на руке, почему-то уже с чешуйчатой кожей, заползли в него. «Стелла, свяжись, Марец!» – разбудил меня громкий голос капитана. Я с трудом разлепил глаза и пришел в себя, машинально потрогав руками рот. «Минуту, капитан», – ответил женский голос. «Связь не устанавливается». Капитан подумал. Потом оглядел всех вокруг и сказал, «Марец не выходит на связь. Я собираюсь сделать вылазку наружу, и мне нужен будет один помощник. Возьмем оружие. Кто хочет пойти? Я пойду». Как-то автоматически сразу откликнулся я. Лин дернула меня за рукав. «Я не хочу, чтобы ты шел». «Поверь, там вряд ли опаснее, чем здесь». Постарался я ее успокоить, сам не очень веря своим словам. Когда мы в скафандрах ступили на почву, я почему-то почувствовал облегчение. Видимо, жуткая тюрьма корабля настолько давила, что покинуть его, даже выйти на открытое место, казалось хотя бы временным спасением. Не теряя времени, мы быстро направились к соседнему кораблю. Голова болела, и сил оставалось мало. Мы оба были измотаны. По сторонам никого не было видно, и иллюзий, к счастью, тоже не было. Мы не хотели терять ни секунды, потому как спокойствие могло закончиться в любой момент. Я обернулся и впервые увидел наш корабль снаружи. Трудно представить, что огромный стальной дирижабль с разорванной подошвой гравитационного нейтрализатора и гордой надписью «Уранус» скрывал внутри настоящие ужасы. Капитан приложил браслет, и дверь шлюза отодвинулась. Мы вошли в освещаемый мерцающим светом тамбур, и после заполнения кислородом прошли дальше. Капитан громко крикнул «Есть кто-нибудь? Эй!» Он повернулся ко мне и добавил «Будь осторожен, нас могут принять за кого угодно». Мы с капитаном ориентировались здесь без труда, так как Марец был копией нашего корабля. Тихо идя по коридору, мы пока не видели ничего неординарного. Освещение было нормальным. Я шел за капитаном, идя задом наперед, так как ожидать можно было чего угодно с любой стороны. Стали попадаться на глаза следы борьбы. Черные прожженные отверстия в перегородках, валяющиеся предметы, смазанные следы крови. За ближайшим поворотом мы увидели лежащего человека лет сорока. Это был член экипажа с логотипом НАСА на груди. Он лежал на спине и будто блаженно улыбался. Из его груди торчал нож, который обеими руками сжимала мертвая девушка, лежащая рядом ничком. Ее длинная коса промокла от крови, разлившейся по полу. «Вы тоже видите?» спросил я капитана. «Вижу», — сухо ответил он. Мы осторожно сняли ее руки с ножа, перевернули тело и вздрогнули. Она была очень красива. У таких обычно много поклонников. Но полные губы, голубые глаза, глаза. Красивая ровная кожа и правильные черты лица контрастировали с ужасной раной. Половина головы была отсечена каким-то крупным холодным оружием, так как следов обугливания не было. Мозг немного вывалился наружу. Извилины по краям переходили в темные прожилки на срезе. Свежая кровь блестела в свете ламп, и казалось, что рассеченный мозг чуть шевелится. Я почувствовал приступ тошноты. «Вот из-за такого некоторые переходят в военные. Учатся, а потом на границу, на передовую». «Понимаю», — согласился я. Мы двинулись дальше и пробирались шаг за шагом. И когда проходили узкое место перед столовой, увидели большую лужу крови. Мы посмотрели наверх. Над проводкой и крепежными элементами лежал труп одного из состава экспедиции. Его туловище было распорото от горла почти до паха. И вывалившиеся наружу внутренности нелепо повисли на проводке, наподобие новогодней гирлянды. Трудно сказать, что с ним случилось. Возможно, он прятался, и кто-то другой увидел в нем врага. А может, эта иллюзия, которая стала реальностью, убила его. Войдя в овальное помещение такой же столовой, мы нашли еще один труп в форме офицера. На нем было так много ран, прожженных гелоидом, что даже руки и ноги были почти отстреляны и висели лишь на сухожилиях. «Дэйв», — тихо сказал капитан. «Эх, Кэп, сколько мы вместе намотали». Мы постояли молча с минуту. Было понятно, что живых тут не было. «Стела», — капитан обратился к виртуальному помощнику. «Голос нераспознан», — ответил всегда уравновешенный виртуальный помощник. «Капитан Стивен Элрой, номер 00478547, подразделение Кондор», — ответил капитан. «Голос подтвержден. Добро пожаловать на борт, капитан». «Что здесь произошло?» «Члены экипажа и экспедиции уничтожили друг друга по неизвестной причине», — равнодушно сказала Стелла. «На борту есть живые?» — спросил капитан. «Нет, капитан». От этих слов пробежали мурашки, особенно от того, каким безразличным голосом это было сказано. Капитан посмотрел на меня и пожал плечами. «Мы не успели. Ну что ж, остается забрать провизию и воду. Может, потом еще зайдем сюда за чем-нибудь». Мы направились в сторону холодильников. Как я, вспомнил кое-что важное. «Стелла, на борту установлена система Бэнкса», — спросил я. «Голос нераспознан». «Стелла, на борту есть система Бэнкса», — спросил капитан. «Да, капитан». «При прохождении через неизвестный портал система выпустила бой». «Да, капитан». Мы переглянулись. Это было единственное хорошее за все последние часы. Не просто хорошее, а единственная надежда. Причем надежда неэфемерная. Судя по всему, рассчитывать на помощь можно. Минут через двадцать мы с несколькими контейнерами продуктов и емкостями с водой вернулись на уран. Впервые мы были в приподнятом настроении, но боялись, что без нас, особенно без капитана, могло произойти что-то ужасное. Из столовой выскочила навстречу Линн с испуганным лицом и бросилась к нам. Я хотел успокоить ее, но своим видом лишь напугал. Она остановилась, как вкопанная, и попятилась назад. Я понял, что она меня не узнает и видит во мне врага. Я расставил руки и спокойно заговорил. «Стой, Линн! Успокойся! Тебе кажется, ничего не происходит! Это иллюзия! Это я, Эрл!» Она на какой-то момент успокоилась. Ее лицо даже перестало выражать испуг. Но вдруг ее иллюзия, видимо, вышла на новый уровень. Возможно, из меня потянулись к ней щупальца, и она, выхватив сзади из-за пояса гелоид, пальнула в меня. Сильнейшая боль обожгла мне правое плечо и ключицу. Я, теряя сознание, глядел на нее, но в ее лице пока не было и признака прозрения. Когда я очнулся, то увидел перед собой ярко освещенный потолок. Это был не уран. Меня куда-то везли на больничной каталке. Правое плечо не болело, а как-то приятно пощипывало. Рядом слева шла Линн. «Привет!» – радостно сказала она, увидев, что я пришел в себя. «Привет! Где мы?» «В безопасности, милый, в безопасности!» Она сжала мою руку. «Но как? Где корабль?» «Тебя везут на послеоперационную реабилитацию, потом объясню». «Нет, сейчас!» – потребовал я. «Ладно». На сигнал буя прибыли два крейсера с полным вооружением и портальщик. Они уже были на готове. Поэтому, пройдя через их портал у опуса, не разбились о планету. Спасли нас. Нас осталось шестеро. И пока разворачивали и настраивали портативный портал, он относительно небольшой, сожгли все вокруг на 10 миллионов километров, включая уран и марец, чтобы ящерицам не достались. А заодно и их базу, висящую недалеко от планеты. Все заняло порядка полутора часов, и драки даже не успели понять, в чем дело. «Это было похоже на какую-то сказку. Как такое возможно?» «И прости меня, я не знала, что это ты. Если бы ты видел, что передо мной стояло», – сказала Лин. «Ерунда. Сколько я пробыл в отключке?» «Около пяти часов. Все интересное пропустил», – сказал я и, поразмыслив, предложил. «А может, хватит нам бы раздеть просторы космоса? А сядем в Техасе, купим маленькую ферму и будем выращивать тыквы?» Лин засмеялась. «Хватит бы раздеть просторы космоса? Ты первый раз в космос летал! Ты даже еще не новичок!» «Еще одного такого приключения я не переживу», – тихо пробубнил я. «О, поверь, выдержишь и не такое. Капитан оценил твое поведение на 4,6. Это высокая оценка. У тебя хорошие перспективы. И нас ждут коварные галактики и враждебные миры», – сказала весело она. «Я провалился в сон, но на этот раз гораздо более приятный».